Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня мы будем с вами кушать манты. Давненько их у нас не было, как раз в морозилке они у нас были. Я подумала, почему бы не снять такой мук-панк. Пить мы будем вот такой вот напиток апельсиновый. Ребята, сегодня я что-то себя странно чувствую. Может это какое-то самовнушение или просто паника, но у меня першит в горле. Абсолютно серьезно говорю, может даже вы по голосу это чувствуете. Першит в горле, ломит вот кости прям, знаете, такие неприятные ощущения. Такая я обезвоженная, можно так сказать. И слегка у меня температура. Я не знаю, может быть это обычный гриб и я это просто придумываю сама себе. Возможно. Но я что-то себя вообще плохо чувствую. И как-то постоянно я гуглю эти симптомы коронавируса. И почему-то они один в один похожи на мои симптомы. Может это просто гриб. Но просто не было момента, где я могла бы простудиться. Но еще последние несколько дней я постоянно то тут, то там. Это не потому, что мне заняться нечем. Это потому, что из-за документов мне нужно ходить и все это решать. Вы знаете, такое странное состояние. Как будто меня вчера кто-то очень сильно побил. Вот прям избил конкретно. Вчера для тиктока сняла видео. Представляете, за один день 50 тысяч просмотров. Даже больше. Короче, вообще зашло видео. Классно. А сегодня вообще даже сил нету. Просто встать с кровати. Опять же есть дела. Нужно пойти из банкомата, вытащить бабушкину пенсию. Она меня уже который день просит. Я что-то никак не схожу. Большие такие манды. Я такая сегодня встала и думаю, надо снять мук-панк на балконе. Поют птички. Потрясающая погода. Я думаю, новый фон. Поставила камеру, начала снимать. Просто, знаете, чтобы посмотреть какой там звук. То есть без еды сначала села. Вот. И такой шум просто. По идее сидишь на балконе, прям шум не чувствуется. Но когда видео снимаешь, и плюс у меня еще очень чувствительный микрофон, это просто такое ощущение, что я сижу рядом с трассой. Вот. И птички пели. Но просто этих птичек почти было не слышно. Из-за машин, из-за каких-то посторонних звуков. Поэтому я подумала, ой, да ладно, что я эту Америку открываю еще с таким настроением. Думаю, не буду. Вчера весь вечер смотрела прямые эфиры участников Дома-2. Как там все устроено и все такое. Я знаю, многим моим подписчикам неинтересно. Но мне на самом деле было очень интересно. Сколько зарплаты там и все такое. Смотрела и реально удивлялась. Как хорошо там платят. Реально можно пойти туда, строить какую-то фикцию и откладывать денежки. Просто можно за год накопить на квартиру. Теперь я понимаю, почему люди так стремятся на Дом-2. Потому что это быстрая популярность, это хорошая зарплата. Но плохая репутация. Но чем-то надо жертвовать, что поделать. Как думаешь, мнение окружающих имеет ли важную роль в жизни человека? Иногда окружающие вам советуют то, что они считают правильным. А то, что они считают правильным, это неправильно и невыгодно для вас. Например, когда я начала снимать видео для Ютуба, некоторые... Например, некоторые родственники и знакомые, когда видели, что я снимаю мукбанки для Ютуба, мне говорили, что тебе заняться нечем. Ну что это такое? Прошло время, до них дошло, что с Ютуба можно зарабатывать деньги. И эти же люди звонят мне и говорят о том, что они хотят открыть лайфстайл-канал, тоже снимать видео для Ютуба. И я уже им не припоминаю, что вы знаете, когда я начинала, вы мне говорили, это ну, это фигня, зачем тебе это надо? На мой взгляд, ребят, если вы хотите чем-то заниматься, то занимайтесь. Не надо слушать кого-то вокруг. Если вы считаете это правильным, лучше вы сами совершите эту ошибку, чем вы по совету кого-то совершите ошибку. У нас, например, в универе была девочка, она очень хотела поступить в медицинский, но ее отговорил папа, хотя он тоже был медиком. Он сказал, что в медицинский поступать очень сложно, у тебя очень низкие баллы, ты плохо учишься, и у тебя это не получится. И она просто вместе с нами училась на экономиста, и совершенно этого не хотела, ей было интересно совершенно другое, и хотела стать дерма-косметологом. То есть делать вот эти вот инъекции, губки и все такое. С одной стороны, можно понять, родители тоже, у них нет возможности платить огромные суммы за обучение. Но у нас тоже не дешево было. Вот, и эта девочка постоянно, кстати, винила своих родителей в том, что они заставили ее поступать в экономические. Я помню, я прошла какой-то онлайн-тест в интернете, там были такие вопросы, что вы любите делать, разбирать домашний альбом, или, не знаю, готовить. До врача. В детстве любили играть. Мне реально все нравилось, разбирать домашний альбом, ставить фотографии по хронологии, или там, не знаю. Я прошла этот тест, и там было написано, что вы должны поступать в экономический. Я такая думала, ура, я хотела туда. Я просто немного думала над тем, что может быть юридически, я поступила в экономический. Вот иногда мнение подписчиков, честно, оно правильное. Вот, например, ногти. Ребята, я реально кайфую от ноготочков, которые я сделала буквально два дня назад. Мне очень часто писали в комментариях, что, Айка, ты всегда делаешь какие-то яркие, ядерные ногти. Попробуй один раз сделать какой-то нюдовый маникюрчик. Я всегда думала, ой, как там, ну, не мое, да. Я люблю, когда маникюр прям бросается в глаза. Я сделала, и просто настолько кайфую. От такого оттенка очень нравится. Поэтому нужно слушать, что тебе говорят окружающие, и потом делать по-своему, как ты считаешь нужным. Как же вкусно, ребята. Кстати, ссылка в инфобоксе на рецепт. Обязательно переходите, готовьте, кушайте. Видела ли ты новое видео, Регина Тодоренко? Я уже отвечала на этот вопрос. И когда эта вся тема началась, я рассказывала вам о своем мнении вообще на этот счет. Многие, кстати, под этим видео писали, что она просто извинилась из-за того, что потеряла контракты там с Pampers. То есть она это делает, извиняется просто из-за денег, из-за контрактов, из-за того, чтобы просто отбелить свою репутацию. Если честно, я не знаю. Многие так писали. Ну, вроде как она реально раскаивается. В любом случае, мне кажется, это забудется. Рано или поздно все равно это забудется. И как бы все забьют на эту тему, но мне кажется, долго еще ей будут припоминать это. Мне кажется, просто можно перестать ее хейтить по этому поводу, потому что человек, как минимум, уже извинился. Как минимум, прошло некоторое время. Может быть, она тоже сейчас в депрессии. И она просто не ожидала, что ее слова могут вот так вот обернуться против нее. В этот раз манты вообще огромные просто. По факту все мы допускаем какие-то ошибки. Самое главное понять, что ты действительно был неправ. И что-то осознать. Я думаю, что она осознала. Итак, ребята, следующий вопрос. Расскажи про свой самый страшный сон. Передай мне привет. Меня зовут Ажар. Ажар, тебе привет. А про страшный сон я могу рассказать. Сон, который я видела сегодня. Каждый раз я вижу что-то странное. И иногда это меня конкретно пугает, если честно. В общем, сегодня во сне. Я была типа в отеле. И там был какой-то корпоратив, связанный типа с блогерами и все такое. Какая-то закрытая вечеринка. И получается, что мы все блогерами на первом этаже сдали свои телефоны. И поднимаемся на третий этаж непосредственно на мероприятие. Типа это было мероприятие Ютуба. И типа во сне я заблудилась и никак не могла найти выхода из этого отеля. Спрашивала у обслуживающего персонала, куда мне пройти, что мне делать. Позвонить я никому не могла, потому что телефон сдала. В общем, был очень запутанный и страшный сон. В общем, ребята, на этом все. Осталось три штуки. Но я реально, у меня не очень хороший аппетит. Поэтому на этом все. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока.